Фит Кизару и Аруто Не остался в стороне и иноагент Моргенштерн Естественно, защищать коллегу от нападок хейтеров пришлось и Аруто В общем, индустрия реагировала на новые клипы трек от Олега очень бурно И в сегодняшнем видео мы соберем все эти реакции Что ж, давайте приступать Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь Hustle.rf – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер И самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 30% Заходи на проверенный магазин и убедись сам Ссылка будет в описании под видео Ну а мы начинаем Поехали! Во-первых, скажем про то, что Кизаро вчера вечером продолжил отвечать хейтерам Отметим, что большинство гневных комментариев прилетело к нему от подписчиков, а не от публичных личностей Ему предъявляли и, видимо, предъявляют за многое За фит с другом Моргенштерна За рекламу букмекеров Даже за работу с командой Моргенштерна Ведь бит для коллаба писал Палагин, а клип снимал романов Вчера Олег вновь ответил хейтерам И вот его слова «Хочу, чтобы вы запомнили одну вещь до конца дней За 15 лет своей карьеры я не хотел ни с кем знакомиться из индустрии и на медиаполе Но все почему-то очень хотели познакомиться со мной Это сейчас Кизаро действительно мало с кем контактирует из нашей индустрии Но так было не всегда Когда-то он общался не только с рэперами старой и новой школы Но и с блогерами Например, с Артёмом Тарасовым и с Моки Мо Последний, кстати, не только отреагировал на фит с Арутом И оскорбление в свой адрес Но ещё и показал в социальных сетях, что на Кизаро охотятся Некий человек, знакомый с Моки Мо Находится в Испании И готов приехать к Кизаро, чтобы разобраться с ним Видимо с применением физической силы На экране вы видите скрины постов в соцсетях с Моки Мо И этого его знакомого При этом Кизаро сначала общался с этим человеком А потом его заблокировал Обратите внимание на то, что много где фигурируют эмодзи с крысой Именно крысой обозвал Олега с Моки Мо Когда отвечал ему Вот его слова Сейчас бы барыги писать за чью-то порядочность И кстати, крыса Это тот, кто сливает своих, когда припекает Возможно, с Майликом в конце сообщения С Моки Мо намекает на те слухи Которые активно при жизни поддерживал Янг Трэпа Пару лет назад Трези не уверял, что лично знают людей Которые из-за Кизаро оказались в тюрьме Возможно, и по этой причине с Кизаро Кто-то хотел или до сих пор хочет разобраться в Барселоне Кстати, про барыгу Написано тоже не случайно Не так давно Олег писал в сторис, что быть барыгой и сидеть в тюрьме Это не true Но С Моки Мо не просто так наехал на Кизаро В комментариях под одним из постов Олег написал следующее Цитата С Моки Мо, Саша, кумир моего детства Который пытался оформить патент на имя Кизаро за моей спиной Он, конечно, легенда Однозначно не крыса Витя Ака думает, что делает рэп до сих пор У Моргена как нет фита, так и не будет Артем Тарасов продает паленый мерч Haunted Family Зарабатывает на чужом имени Дай бог ему здоровья и денег побольше Артем Тарасов также на все это дело отреагировал Вот его слова Я напомню тебе, Олежа, что со мной ты якобы перестал общаться Из-за рекламы букмекерских компаний А сам сейчас засунул в клип ту же букмекерскую контору Которая спонсировала и меня Ведь деньги не пахнут и всех, оказывается, можно купить Даже школьники, которым ты привык затирать про тру Не верят тебе больше и правильно делают Олег, ты даже со мной не сам перестал общаться А ты написал в соцсетях, что все блогеры идиоты и тому подобное А потом резко удалил Но даже это дошло до меня от рифмы и панчи Так как ты сам просто не смог со мной поговорить И узнать все, как есть на самом деле В этом баттле Морген тебя переиграл Точнее, ты сам себя переиграл Ведь теперь в твоих соцсетях реклама Bugatti Music А не наоборот, в соцсетях Моргена реклама Haunted Family Про то, что Моргенштерн в этой ситуации неплохо так пропиарился Это действительно правда Он много раз реагировал на коллаборацию Аруто и Кизаро И всегда одной короткой сториз В некоторых из них он просто оставлял смеющийся смайлик А в других показывал название лейбла в Haunted Family и Bugatti Music рядом друг с другом Даже иронично сообщал, что Бандана 2 теперь выйдет именно на Bugatti Music В общем, троллил Кизаро как мог Кстати, на данный момент клип Let's Get It не собрал даже полмиллиона просмотров Получается, что комедийный фит Моргенштерна и Кизаро, в роли которого был сатир Стартанул куда более успешно Однако в защиту Кизаро пару слов сказал Арут С автор трека и, видимо, теперь еще и друг Олега Вот его слова Смотрю на все ваши комментарии под постом Кизаро В целых 15 лет ваш тип делал музыку и продолжает делать Наконец-то все это начало возвращаться Он начал зарабатывать крутые деньги Нет бы порадоваться за своего типа Олег делал музыку, которая с вами была Когда вам было плохо Когда вы кайфовали Когда вы грустили Где ваша лоялти? Все это из-за меня? Мы с ним ровесники У нас одинаковые принципы Похожие взгляды Вы знаете из-за меня? Вы просто берете и пересказываете все, что услышали в интернете Олег взрослый мужик Наверняка он лучше вас знает жизнь Он же, наверное, не идиот Как вы думаете? Не тупи и вас, 15-летних Порадуйтесь за него Но еще до выхода трека Его весьма критично прокомментировал Замай Вот его слова из поста в ТГ Один говорит, что лучший рэпер всех времен Это Гуччи Мэйн И записывает трек с Маканом Другой затирает за трушность и ценности И записывается за бабло с мошенником и лжецом Арутом Вывод Слушать эти леги про ценности хип-хопа Знаете, говорящий лжец, дешевый Даже Катя Кищук не упустила возможности потроллить Олега Ей в директе ответил подписчик, который написал, что он гей И у него есть проблемы с кожей Также он отметил, что живет в Испании И предложил Кате приехать к нему жить и писать песни Троллинг Олега заключался в том, что Катя решила уточнить, что написал ей Никизару Который тоже живет в Испании Ну и в конце блока с реакциями рэперов покажем реакцию дяди Джай Как же без него? Вот его слова Посмотрите, какие слабые ваши кумиры Этот беспонтовый гномодрил Казяву Испугался от хейта и отключил комменты под своим релизом Трус Меня только хейтят, ни одного положительного коммента Но топчур ты этим хейтерам, выхожу в эфиры и базарю с этими гномиками в лайф-режиме А этот Кизуси обиделся из-за одного хейт-коммента Ты чисто клоун, Кизаро Теперь давайте поговорим про реакцию стримеров, которых, мягко говоря, хватает Во-первых, вот как оценил трек и клип Фломастер Ему коллаб Аруто и Кизаро понравился Он даже объяснил своей аудитории, что именно хотели сказать артисты Клип очень крутой 100% берем в номинацию 100% Неоправданно заниженные просмотры Вот Не знаю Клип сильно поднимает восприятие от трека Да С клипом гораздо круче смотрится Гарри Поттер, магистр Кизаро Ну вот, наверное, дело в чем Магистр Кизаро, он же магистр, не лезьте в рэп, он же магистр рэпа Он магистр рэпа, а орут, как новичок, который пришел в виде Гарри Поттера, который тащил каточку Вот так это выглядит То есть надо было обыграть историю, наверное, о том, что есть некий магистр, гуру, преподаватель хип-хопа И есть чел, который новичок в этом И вот он залетел И вот Кизаро показывает ему, что готовить, что делать И вот он главный старший То есть фишка-то в этом, в общем-то, здесь И она вот оправдана Ну, в общем, я думаю так Также трек на своем стриме заценил Даня Кашин Вот его реакция Ну, я надеюсь, ему нормально заплатили, короче, за этот фит Ну, очевидно, ему заплатили, сколько не знаю Но это полная хуйня, проходимая Да, блин Да, само прикол, вот ничего интересного Кизаро никто не мешал просто взять и сказать, что, типа Да, мне бабки за меня еще, похуй Кто, че, какой нахуй Марут, марут Мошенник, не мошенник, бабки заплатили Я спел, мне похуй Интересно, что ДК также прокомментировал видео Олега Которое тот выложил в своих социальных сетях Еще до того, как релизнул трек Очень долго размышлял Была такая хуйня Да, то есть я как бы Ребят, я как человек со свиты Кизаро Я вам отвечаю Я вот, ну, сколько раз видел, как он размышлял Реально сидел вот на террасе своей, думал, блин Также реакция на клип появилась на стриме Хесуса Клип снят реально И качественно прям Ну, видно, что денег Деньги есть Реально прикольно Атмосфера, Гарри Поттера Все это присутствует, конечно Трек Ну, трек Ну Ну, такой, типа, Гэнгста, да То есть что-то такое лдовое Ну, подожди Ну, мне не зашло Песня как-то такая Посредственно Ну, типа того, да Ну и в конце видео покажем вам реакцию От еще одного стримера Кореша Вообще бы, б***ь, никаких бы вопросов не было Если бы Кизару на протяжении всей своей карьеры Не высказывал Очень жесткую позицию Где он даже переставал общаться с людьми Которые общаются с его оппонентами Да, как условно Отчетливо помню Не помню, как зовут этого битмейкера Час-куапу, как-то так его звали, да Когда Кизару перестал с ним работать, типа И он говорил из разряда У меня ваш тру, если я на него, типа там хлеб не могу купить Вот такая вот тема Из-за того, что он, по-моему, продал Бит Моргенштерну Короче Вот если бы он не высказывал эту позицию Просто Ох, продукт Ну, ни до чего не до Естественно, конечно Вот эта реклама А на сегодня у нас все Что вы думаете по поводу коллаборации Кизару и Аруто А также скандала, связанного с ним Пишите свое мнение в комментарии Ставьте лайки И подписывайтесь на канал Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok